На традиционном третьем подсчёту дигитальном хабе говорили о самых глобальных вещах, об энергетическом кризисе, кибер-угрозах, об использовании интернета в военных действиях и об тех изменениях, которые технологии могут принести в современный мир. Впрочем, как выяснилось, то, что ещё недавно казалось фантастикой, стоит у порога нашего дома, причём не образно, а совершенно буквально. Как мы знаем из футуристических романов, одна из времен будущего – автомобиль и общественный транспорт без водителя. Над ними работают современные технологические гиганты. Небольшая эстонская фирма «Эльма» поставила перед собой непростую, но более практическую цель – разработать не автомобиль без водителя, а авто, управляемое дистанционно. Причём это не студенческий проект, а уже действующая разработка, согласованная с транспортным департаментом. Её ждут на Таллинских улицах. Важно тут, для чего используется автомобиль. Самоуправляемая машина прежде всего может использоваться как такси. Из неё можно убрать водителя. Но мы занимаемся арендой автомобиля, и наши водители хотят оставаться за рулём и контролировать свои авто. Это мы оставляем. Но зато машина приедет прямо к дому. Вся начинка остаётся в автомобиле, но добавляется технологическое оснащение, позволяющее управлять им из диспетчерского пункта. Как только вы доехали до места назначения, управляться она опять станет дистанционной. Её отправят к следующему заказчику. Парковать все автомобили можно в отведённом месте, не занимая улицы города. Платформа для умного города, предоставляемая отеля, позволяет всем желающим при помощи своего смарт-устройства получить самую разную информацию. От расположения туалетов до закрытых на ремонт улиц, температуре воздуха, шуме. Второй уровень предназначен для специалистов и чиновников. Он позволяет им принимать решения, открывая простой доступ к имеющейся информации. Все города в мире страдают от не именно перенаселения людей, а от перенаселения различных участников движения и проживания в городе. То есть я не имею в виду только людей, а машин, общественного транспорта, самокатов, велосипедов. Всё это нужно нам для жизни, но как вот это всё уместить, особенно не имея данных, как и люди этими вещами пользуются, сложно. Свои новые разработки на дигитальном хабе Телия представили 20 ведущих технологических фирм. Специалисты считают, что не надо бояться избытка информации. Платформа поможет её правильно использовать. В городских структурах собрано много полезной информации, потоки её растут. Принятие решений в такой среде позволит избежать ошибок и отвечать вызовам, которые постоянно создаёт современная городская среда. Рядовой же горожанин или гость столицы может получить нужную информацию мгновенно и в доступной форме. Михаил Владиславов, Пейдер Олевайн, О новости Таллина.